Вот желание, допустим, есть судьба, есть желание, есть поступки. Из этих двух вещей складывается судьба. То есть казалось бы, что только поступки являются чем-то серьезным. Вот если я сделал что-то, я должен отвечать. А сами желания, это не серьезно, почему я должен за них отвечать? На самом деле желание, под словом желание, в слове судьба существует два момента. Первый момент это желание, второе это мысли, даже не решенные решения. То есть я, допустим, решение сделал, но поступок не совершил. Это тоже желание. То есть желание это такая развернутая система. И если говорить о судьбе, то за желание человек не получает поступки. За желание он получает желание. Вот допустим, если человек чего-то желал в прошлой жизни, то в этой жизни опять буду этого желать. И если я не совершаю поступок, то опять буду желать до тех пор, пока мое желание не изменится. А желание у человека меняется только с помощью знания. Поэтому кроме судьбы существует еще такое понятие, как милость. Вот запомните, что все знания приходят только от Бога. Больше нет никаких видов знаний. Даже люди, которые открывают законы материальные в этом мире, там закон Ньютона, там всемирного тяготения, еще что-то, это все в результате милости Бога. Вот Ньютону приснился закон всемирного тяготения. Понимаете? То есть таблица Менделеева тоже Менделееву приснилась. Ну то есть другими словами, приснилась означает Бог сказал. Ну то есть все законы в этом мире, все знания мы получаем только от Бога. Но через людей можем получать также. Но только от Бога. Через эксперимент можем получать. Все равно это идет от Бога. Бог подсказывает сердце о том, что есть что. То есть это называется знание. Знание это элемент милости. Ну то есть милость побеждает судьбу. Это значит запланировано было все так, а происходит все иначе. Очень важно понять, что современные астрологи, психологи часто не понимают, что есть милость. Они людям говорят, что это неизбежно все. Вот раз как запланировано, так и будет. Но вы должны знать, что не всегда бывает так, как запланировано. То есть часто, очень часто бывает так, как не запланировано у людей, которые занимаются духовной практикой. Вот знаете, все как запланировано бывает только в одной категории людей из трех. Есть люди в благости. У них часто бывает так, как не запланировано. Есть духовно развитые люди четвертой категории, у которых всегда бывает так, как не запланировано. Есть люди в страсти, у которых всегда бывает так, как запланировано. Есть люди в невежестве, у которых бывает хуже, чем запланировано. Понимаете? То есть запланировано было вот так, и получается все еще хуже. И поэтому они и говорят, что весь мир – бардак. Но люди в невежестве – это их главная фраза. Потому что вроде бы чувствует человек, что вот так должно быть, а получается хуже. Потому что он деградирует, он живет в невежестве. Поэтому судьба может по-разному проявляться у разных людей. И более подробно мы об этом узнаем на следующей лекции. А сегодня мы продолжим. Как образ жизни влияет на судьбу? Образ жизни – это следствие настроения человека. Самое главное влияние на судьбу оказывает сам настрой на жизнь. Вот, допустим, если я решил от жизни оторвать побольше, то есть наслаждаться здесь на земле я решил, то тогда постепенно я скатываюсь в невежество. Если я решил совершать аскезы не для себя, а для других людей, то тогда я постепенно прихожу к Богу. Если я решил совершать аскезы для себя в этой жизни, то тогда я вхожу в состояние страсти. То есть есть три состояния, которые возникают в нашей жизни, в результате нашего настроения или настроя. Настроя на жизнь. И это бывает состояние благости, когда человек прогрессирует, состояние страсти, состояние невежества. И бывает еще духовное состояние. Это выше уже материальной жизни. Мы говорим всего в этом мире три состояния. Но мы можем жить в этом мире и быть четвертым состоянием, которое называется духовное состояние. Вот запомните, все три или четыре типа настроя, которые мы имеем и из которых составляется наш образ жизни. Ну то есть образ жизни возникает из настроя человека. А настрой человека возникает из его вкуса к счастью. Ну то есть вкус к счастью является основой жизни человека. И он формирует высшую цель человеческой жизни. Вкус к счастью передается только из двух направлений. Первое. Вкус к счастью передается от людей. И второе. Вкус к счастью передается из личного опыта. Почему я поставил от людей выше личного опыта? Потому что если человек чего-то не почувствует, он к этому никогда не придет. Вот допустим, мне говорят, есть солнечная система. Кроме Солнца есть еще другие планеты солнечной системы. Я могу почувствовать эти планеты со временем, если знаю о том, что они есть. Или мне говорят, что есть психическое тело, не только физическое. Я могу почувствовать, реально я чувствую, как работает психическое тело. Потому что я узнал, что оно есть. То есть мой опыт, своим опытом я могу развить. Какие-то способности, понимание вещей. Но для того, чтобы это произошло, я должен соприкоснуться с человеком, который это чувствует. Понимаете? Знание не означает просто слова. И не означает просто книжки. Знание означает соприкосновение с личностью, которая обладает опытом. И вот, допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, но вы же обладаете опытом, и мы с вами соприкасаемся и получаем от вас направление для нашей жизни. Это факт. Но есть одна проблема в этом во всем. Если вы соприкасаетесь только со мной, получение знаний в этой жизни, то у вас будет ограниченная вера. Потому что опыт одного человека не указывает на систему. Система означает опыт нескольких людей. Поэтому в этом практикуме, который мы сейчас будем проводить, практикуме победы над судьбой, мы будем соприкасаться с опытом многих людей, которые будут подтверждать, что опыт старшего, в данном случае старший это я, а может быть старший кто-то другой. Вот это все одинаково. То есть не то, что старше я это лучше всего, а все остальные старшие это хуже чуть-чуть. Нет, могут быть и лучше старшие, чем я. Вот вы должны это тоже понимать. Но так или иначе, волей судьбы, вы соприкоснулись с моим вкусом к счастью. И поэтому вы идете за мной. Хотя вы можете переключиться на кого-то другого, это тоже нормально. Допустим, мне говорят, вот Олег Геннадьевич, я ваши лекции раньше слушал, а теперь я начала слушать другого лектора. И мне тоже нравится. Что мне теперь делать? Я говорю, конечно же, слушать лекции другого лектора, потому что моим вкусом к счастью вы насытились, а теперь насыщаетесь вкусом к счастью другого лектора. То же самое, допустим, если вы, допустим, вам положили рис и овощи, допустим, на тарелку, вам так понравились овощи, вы думаете, наверное, я не буду теперь есть рис, потому что это предательство по отношению к овощам. Вы же так не думаете? То есть вы насыщаетесь разными вкусами. Это правильное мышление, правильная жизнь. Поэтому мы сейчас будем на этом практикуме насыщаться разными вкусами. То есть разные люди, в данном случае они будут выступать как младшие по отношению ко мне, но вы должны готовиться, что кто-то будет и старший по отношению ко мне, в будущем, который будет вам давать вкусы к счастью, которые будут влиять на что? Будут влиять на ваше понимание жизни, на ваше настроение, как жить и, соответственно, на ваш образ жизни в результате. Потому что образ жизни влияет от того, как человек настроен на жизнь, что он хочет от нее. и этот настрой он получает от каких-то людей. Это как пыльца, то есть цветки опыляются, они получают новый опыт. И, допустим, красный цветок может стать пестрым или еще каким-то... Ну, как бы он должен был вырасти как красный, но его опылили, и он вырастает как пестрый. Ему так больше нравится, потому что он получил новый вкус. Он узнал, что есть еще там розовый цвет, там желтый и так далее. Он получил новый вкус, он классный, он такой довольный, что он теперь не только красный. Вот. Ну, опыление такое происходит. То есть сначала он как бы родился, как красный цветок. Но когда цветки уже появились, он почему-то уже, они стали разноцветными. Почему? Потому что он опылился, он получил новый опыт. Вот в этом заключается суть и смысл человеческой жизни. Итак, как же образ жизни влияет на судьбу? Образ жизни может очистить судьбу. Это благостный образ жизни или духовный образ жизни, еще выше благостного. Видите, есть выше благостного. Мы говорим, благость это просто топ. Самый топ как бы жизни человека. Нет, есть еще выше благость. Что значит выше благости? Это значит, что человек, который находится выше благости, может в принципе и не соблюдать правил благостной жизни. Понимаете? Такое может быть. И вы скажете, что это сумасшествие? Нет, это уже полная зависимость от Бога. Вот, например, я знал одного человека, это был один из моих наставников, который кушал ночью. Вот мы говорим, в обед самое лучшее кушать, когда солнце высоко. Он кушал ночью, а днем постился. Он один раз в день кушал, только ночью. Все. Днем он постился. Дальше. Он спал под утро, под утро ложился спать, когда уже надо, ну, надо подниматься, просыпаться, он ложился спать и спал всего несколько часов. Вот. Всю ночь он молился, день он выполнял свои обязанности, утром чуть-чуть спал и потом опять выполнял свои обязанности. Зарядку он не делал вообще. И он как бы не соблюдал правила в движении здорового образа жизни. Он прожил всего 56 лет. Он ушел из жизни в поклоне перед Богом. И несмотря на то, что он прожил 56 лет всего, он отправился в духовную реальность. То есть, следующей жизни у него нет. Он ушел в духовный мир. Как я это лично понял? Я это понял через его психическое тело. Когда психическое тело растворяется, то есть, человек уходит из жизни, у него или есть психическое тело, или его нет. Я не почувствовал психического тела. Я почувствовал сгусток блаженства, ну как бы, а не психическое тело. Вот и все. Он ушел в духовную реальность, человек. Это его была последняя жизнь. Поэтому с этой точки зрения, неважно, сколько человек прожил. Можно прожить и пять лет, и уйти в духовную реальность. И у нас тоже такие примеры есть. в ведах описываются, когда человек очень мало жил и ушел в духовную реальность. Бывает, очень много живет человек и не уходит в духовную реальность. Это бывает очень часто. 99% случаев. Поэтому для духовно развитых людей нет режима дня, нет судьбы, нет правил, нет приписаний, ничего нет. У них есть только отношение с Богом, и все. Но вы себе такую марку не наклеивайте на лоб. Потому что это очень высокий уровень. Я тоже не могу наклеить такую марку себе на лоб. Если я сейчас перестану правила соблюдать, то я деградирую. Энергия судьбы будет сильнее меня. Она меня пересилит. Итак, если человек имеет желание отдавать себя людям постепенно, у него высвобождается свободное время, которое он направляет на духовную жизнь. Как образ жизни влияет на судьбу мы сейчас говорим. Если человек больше склонен думать о своих потребностях и свои аскезы совершает ради них, то он теряет свободное время и работает целыми днями, как ишак. То есть это сравнение ведическое. То есть ишак он очень много работает по определению. Если ишак не работает, значит, он, наверное, хорошую карму имеет. Или, может быть, он благостным стал, я не знаю. Но обычно ишаки работают очень много. И они еще к тому же упрямые. Когда он надоедает работа, он просто встает и все, и с ним ничего не сделаешь, он будет стоять и все. Так они отдыхают. Но, понимаете, в отличие от ишаков, мы не можем встать, потому что у нас выгодится работа. Ишака никуда выгонять не будут. Потому что все понимают, что он тупой. Но, по определению, мы не тупые. И если я на себя наваливаю, много ответственности связано с деятельностью, то я не могу ничего бросить. Поэтому это называется жизнь в страсти, когда человек лишается свободного времени из-за своих собственных материальных желаний. Потому что когда количество материальных желаний сокращается по милости Бога, то что значит сокращается? Значит, не так хорошо. Вот, допустим, я жил в какой-то квартире, мне хотелось большую. Но вдруг я встречался с духовно растением людей, мне перехотелось такая радость. Представляете, не надо теперь работать целыми днями, чтобы увеличить свою площадь еще на одну комнату. Мне и так хорошо. Представляете, какое счастье человек обретает, как ему легче намного жить. Вы скажете, Олег Геннадь, не может быть, чтоб не хотелось. Может быть. Некоторые вообще живут, некоторые монахи вообще живут без всякой своей комнаты и вообще счастливые. Понимаете, потому что у них другие представления о счастье, не такие, как у вас. Это невозможно. Вот поэтому я и говорю, что представления о счастье меняются в результате знаний, в результате переопыления. Вот сейчас для вас это невозможно. Хочется. Вот. А потом будет возможно со временем. Поэтому переопыляйтесь. Вот этот семинар «Победа над судьбой» без переопыления невозможно. победа над судьбой. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вот я пройду этот семинар и квартира быстрее мне достанется. Может быть. Но маловероятно. Скорее всего у вас поменяются желания и вы будете чувствовать счастье из-за этого. Понимаете, вам станет легче жить. Итак, если человек бунтует против, вот мы уже поняли, если человек аскезы совершает на благо других, у него высвобождает свободное время, потому что люди его благословляют, а благословение дает ему переопыление, другой впуск к счастью. Опа! Можно жить по-другому. У него высвобождает свободное время. Вот. Теперь, если человек не хочет никому ничего служить, он для себя хочет, ему говорит, так я готов служить для других, но у меня нет времени, когда мне служить для других, у меня столько дел для себя. Ну, то есть, это означает, что у него много желаний, связанных с собой, и ему некогда жить для других. Это называется жизнь страсти. Теперь есть еще жизнь невесты, когда человек говорит, а весь мир этот вообще плохой, и я против него. Вот, когда человек против этого мира, он начинает заниматься вредительством, он всех не любит, всем делает, что-то портит. Вот, он как бы, ну, вы знаете, вот это, в детстве мы смотрели, там, старуха шипокляк, да, вот, надо выключить. Вот, старуха шипокляк, как бы, с хорошими делами прославиться нельзя, да, то людям помогает, тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. вот, ну, то есть, вот такое мышление, то есть, человек, у него вот свои философии, он говорит, пускай работает железная пила, не для того, меня мама родила. Вот, ну, то есть, как бы, как люди благости говорят, счастье не в деньгах, а люди в страсти говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве. Вот, ну, то есть, и переделывают пословицу на свой, на свой лад. А люди в невежестве, они вообще, принципиально считают, что все, кто работают, это глупцы. Умные люди никогда не будут работать. Вот, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Ну, то есть, понимаете, то есть, ну, вот эти пословицы в невежестве, знания в невежестве, знания бывают благости, духовное бывает знание, бывает знание в благости, бывает знание в страсти, бывает знание в невежестве. Это все знания. Знания основаны на опыте. Вот вы общаетесь с невежественным человеком, переопыляетесь его опытом и думаете, наверное, да, наверное, у нас страна плохая, там какая где-то лучше, здесь все плохо, бардак. Коронавирус придумали, это, это рукотворный вирус, вот, нас скоро всех зачипируют, вот, и так далее. То есть, у вас появляется вот такое, что все здесь плохо, здесь как бы правители денег, они все рушат, они всех поубивать хотят, вот, и так далее. То есть, вы пообщались с людьми в невежестве, у вас, и сейчас, кстати, общаться не обязательно, вот так вот, за чашкой чая. сейчас можно через интернет пообщаться с кем-то и нахвататься от него всякого дерьма себе в голову. А как определить, вот дерьма я нахватался или нет? А очень просто. Если я нахватался дерьма, то у меня сразу страхи возникают, мне очень трудно жить, все плохо, мне тяжело, я такой, вот, если я нахватался энергии страсти, дерьма означает невежество. Если я нахватался энергии страсти, то тогда, сначала меня говорят, надо стать успешным. Мне они говорят, надо стать успешным, если ты меня послушаешь, ты станешь успешным. А если ты станешь успешным, у тебя жизнь будет вот такая. Вот. И я думаю, ну все, я послушал, а теперь впахиваюсь. Кто-то впахивается в учебу, кто-то из страстных людей говорит, надо учиться, как правильно жить, учись у меня. И он там впахивается в эту учебу, в страсти, и в результате, какой результат, у него, он лишает свободного времени. Пашин как и шаг. Почему? Потому что, деньги можно выбить из аскезы, в принципе. Это идея жизни в страсти. Люди в страсти думают, деньги можно выбить из аскезы. Вот аскезы совершаю, у меня больше денег. Но понимаете, проблема в том, что денег очень мало выбивается из аскезы. Вот допустим, если ты камень о камень, как бы бьешь так, то вылетает маленькая искра, и может она зажгет бумагу, а может не зажгет. А если ты как бы видишь человека с факелом, ну то есть человека с знанием, ты берешь у него, зажигаешь, то сразу все загорается, и не надо никаких аскез совершать. Понимаете, вот для этого наш сегодняшний практикум. И так как образ жизни влияет на судьбу. Образ жизни в благости освобождает время свободное, образ жизни в страсти. Время у человека забирает, он становится очень занятым, ему некогда работать над собой, он разрушает свое здоровье и свою жизнь. Люди в страсти. А у человека в невесте опять время освобождается, потому что ему делать нечего. Вот, он бездельник. Ах, мама, мама, я бездельник. Мама, мама. Вот, это цоль поет. Песня такая есть. Мама, мама, я бездельник. Гуляю. Ничего не знаю. Такая песня. Это жизнь невежести. Как образ жизни влияет на судьбу. Вот так влияет. Какой образ жизни правильный? Все говорят, люди в невесте говорят, у каждого своя правда. Люди в страсти говорят, я знаю правду. Все остальные не знают. Вот, люди в благости говорят, правда исходит от Бога. Я не знаю правду, Бог знает правду, и через наставников мы можем ее получить. А люди, духовные люди говорят, я знаю правду, потому что Бог мне ее передал. Понимаете? Что это он так говорит? Что он, хвалится что ли? Вот, допустим, если у меня есть 5 рублей, я показываю, смиренно говорю, у меня есть 5 рублей. Я хвалюсь, интересно, или нет? Вот, если я как бы, типа, у меня есть 5 рублей, тогда я хвалюсь. Но, если я смиренно говорю, ну, извините, дорогие мои друзья, ну, вот так получилось в жизни, что у меня есть 5 рублей, вот они. Я хвалюсь или нет? Нет. Вот, духовно разный человек говорит, он, простите, как бы меня смиренно, простите, но я знаю, кто такой Бог. Вот наставник моего наставника, он так людям говорил, он говорит, простите, пожалуйста. Вот ученые собрались, они ему говорят, он их спрашивает, что такое теософия? Теософия – это наука о Боге. То есть, вы изучаете, кто такой Бог, да? То есть, вы утверждаете, что вы знаете Бога. Нет, мы не знаем Бога, они говорят о чем? Мы не знаем Бога. Но вы изучаете, кто такой Бог, правда? Да, мы изучаем, кто такой Бог. Но если вы не знаете, кто такой Бог, надо найти кого? Он их спрашивает. Они говорят, ну, наверное, того, кто знает, о такой Бог, да? Ну, то есть профессора сидят, они умные, догадались, как бы, и он им говорит, я знаю, кто такой Бог, спрашивайте у меня. Они такие, раз сразу в сомнение вошли. Вот, и все, на этом беседа закончилась. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что такое может быть, что человек знает, кто такой Бог, и это называется духовно развитый человек. Ну, то есть люди в страсти, они говорят, Бог есть, Бог есть, но нам некогда об этом думать, потому что много работает. Люди в благости говорят, Бог есть, и мы будем к нему стремиться. Люди в невежестве говорят, нет никакого Бога. Видите, вот в чем разница заключается. И, допустим, есть благостные люди, да, то есть живущие по совести, но при этом они не знают. Они говорят, мы атеисты, нет никакого Бога. Это значит, что они в сердце невежественные. И если даже сейчас они живут в благости, то придет время, они скатятся в невежестве все равно. Поэтому на образ жизни влияет больше всего, как мы уже сказали, вкус к счастью. И этот вкус к счастью бывает духовным, благостным, страстным, невежественным. И влияет знание, которое бывает духовное, благостное, страстное, невежественное. Итак, тот, кто приносит нам счастье, это старший. Да, старший, мы уже решили так. Просто какое счастье? Ну, как примерно мы его чувствуем? Счастье, это когда так хорошо, душа поет, радуется, как бы проблемы все, может быть, они есть, но они в основном решены. Сомнений нет, все так классно. Вот это счастье, да, мы к нему стремимся. То есть, иногда счастье затмевает судьба, иногда человек становится счастливым, даже несмотря на то, что он в невежестве. Бывает хороший период, у него жизнь настала, и он такой радуется. Но даже в этом случае он счастье не испытает в полной степени, потому что он его пропьет. Ну, то есть, он в спутанном сознании будет находиться. Блаженствуй на просторе и в укромном уголке, не думая о горе с ковшом вина в руке. Вот, такое счастье спутанное. Или человек в страсти, он может быть счастливым? Может, когда у него пришел хороший период жизни, он там... Адриатика подарила бархатный сезон. Ну, то есть, на-на-на-на-на. Вот, то есть, он побалдел, понаслаждался там, на Майами съездил, еще куда-то. И потом опять пахать, как ишак. Ну, то есть, могут быть счастливые универсальные люди, могут. Даже животные могут быть счастливыми. Вот животные, они и рождены для счастья, в общем-то. Для какого счастья? Для счастья покоя или счастья удовлетворения. Потому что есть два вида счастья. Есть счастье победы или счастье благословения, счастье реализации, счастье познания, счастье открытия. И есть счастье, успокоение, счастье, что типа все, а вот это все хорошо, все хорошо, но все хорошо. Спим дальше. Это счастье и успокоение. Большинство людей в этом мире счастье и успокоение стремятся, чтобы все было. Но духовно развитые люди знают, что это счастье подобно сну. И оно, в общем-то, счастьем не является. Это просто как затишье перед бурей. Почему же такой разрыв между сегодняшним состоянием и этим счастьем, которые благостные и духовно развитые люди себе ждут? Почему такой разрыв? Потому что мы стремимся. Понимаете, душа, она всегда стремится в духовный мир. И в материальном мире полного счастья она, даже будучи духовно развитой, не испытает. Потому что полное счастье означает жизнь в духовном мире и бесконечно возрастающее счастье. В материальном мире душа может быть счастливой, если она находится в благости, очень счастливой, если находится на духовной платформе, но при этом не может быть полностью счастливой. Иногда люди, которые находятся на духовной платформе, впадают в особое состояние, которое называется транс, духовный транс или самадхи на санскрите. В этом состоянии душа испытывает полное счастье. Вот духовно развитые люди иногда могут испытывать полное счастье. Но всего лишь иногда. А благостные люди полного счастья никогда не могут испытывать. Страстные тем более, невестные вообще даже не понимают, что такое счастье. Они страдают и думают, что это счастье. Итак, мы должны идти вперед. Наше счастье – это движение само. Мы движемся вперед, и в этом наше счастье. Но впоют колеса нам, мы попутчики всем ветрам, и уносит тревожную даль наша магистраль. Ну, то есть, вот это наше состояние. То есть, мы идем вперед, и как бы в этом наше счастье заключается. Счастье в благости. Итак, вступление у нас будет такое. Все про судьбу, про счастье разной виды. И теперь, следующая часть нашей беседы. Мы говорим уже обзорно, у нас лекция обзорная. Что же такое молитва? Необходимость молитвы. Зачем нужна молитва? Ну, молитва вкратце нужна для того, чтобы победить судьбу. Ну, то есть, вот есть судьба, она действует, и она меня мучает. Вот некоторые люди говорят, а если у меня хорошая судьба, зачем ее побеждать? Если бы у вас была хорошая судьба, вы бы не родились на Земле. Потому что в этой вселенной существует три уровня. Первый уровень – это у тех, у кого хорошая судьба. Первый умный был, детина. Вот это на высших планетах люди рождаются. Средний уровень. Средний был и так, и сяк. Ну, то есть, средний уровень – это когда иногда хорошо, иногда плохо, все вперемешку. Третий – это средние планетные системы, на которых мы живем. И так, и сяк. И вы прекрасно знаете, что у вас так в вашей жизни то хорошо, то плохо, все перемешку. Третий вовсе был дурак. Ну, то есть, это означает уже низшие планетные системы. И там нет счастья, там одни только страдания. Поэтому нам надо стать умным детиной. Покой нам только снится. И поэтому мы идем вперед. Мы пытаемся достичь, как минимум, высших планет, а еще лучше духовной реальности, чтобы получить. И что такое молитва? А молитва означает быть выше судьбы. Вот выше судьбы можно быть только с помощью милости. Вот, допустим, у меня в руке кусочек льда. И если температура минусовая на улице, как я могу его… Вот моя судьба, я живу в Сибири, температура минусовая, у меня в руке кусочек льда, а я хочу, чтобы это была вода. И это можно растопить только сердцем твоим горячим. Ну, то есть, это можно растопить с помощью духовной энергии, с помощью солнца. Когда солнце восходит, духовного знания, то кусочек льда в моем сердце растопляется. И таким образом судьба побеждается. Несмотря на то, что я в Сибири, я получил тепло. Вот, тепло внутри сердца. Это называется милость. Запомнили? Есть судьба, а есть милость. И милость получается только в результате духовной жизни. Больше никак милость не получишь, потому что так говорит Бог. Не хочешь ко мне идти, никакой милости тебе не будет. Хочешь ко мне идти, будет милость. Не хочешь? А чтобы… Движение к Богу называется духовная жизнь. Все. Запомнили? Духовная жизнь означает движение к Богу. Некоторые говорят, вот я как бы йогой занимаюсь, это у меня духовная практика такая. Я там дышу. Вот, допустим. И это у меня духовная жизнь. А ты о Боге думаешь в это время? Нет, зачем мне думать? У меня духовная жизнь без мысли о Боге. Это значит, что у тебя не духовная жизнь, это просто упражнение. Духовная жизнь всегда связана с мыслями о Боге. Если ты думаешь о Боге, значит ты занимаешься духовной практикой. А если не думаешь, значит не занимаешься. Вот, таким образом упражнение, если я делаю, это может быть духовная практика? Может быть, если ты думаешь о Боге в это время. Все. Значит, итак, кульминацией всей духовной жизни является молитва. Потому что молитва – это сплошные мысли о Боге. Вот можно, допустим, делать упражнения какие-то, думать о Боге. Можно картошку чистить, думать о Боге. Все это духовная жизнь. Можно, допустим, в храме что-то делать, служить, думать о Боге. Но если ты только думаешь о Боге и больше ничего не делаешь, это самая сильная духовная жизнь. Поэтому молитва является самым лучшим способом призывать благословение. То есть благословение означает, что судьба плохая кончается, наступает только хорошее. Или вообще духовная. А духовная, она вне хорошей и вне плохой. Вот есть хорошая судьба или благостная. А есть плохая, это страстная и невежественная. А есть духовная. Она вообще нами не может быть оценена. Потому что мы даже не понимаем, что это такое. Мы не понимаем, что духовное счастье, оно может из страданий соткано быть, например. Да, и страданий. Вот есть святые люди, постоянно плачут. Вроде бы духовный человек, он плачет все время. А он плачет в разлуке с Богом. И его плачь это такой вид счастья, который мы никогда не испытаем, если мы не зайдем на духовную платформу. Поэтому духовно разные люди могут вообще плакать или ругаться. Понимаете, они вообще ругаться могут. Даже с Богом могут ругаться. Духовно разные люди, а ледяные, с Богом ругаться, это же как. Да, у них такие отношения с Богом. Вот, допустим, духовно развитый человек может быть отцом Бога или матерью Бога. Вот Богородица же есть. И она может ругать своего маленького ребенка, Бога. Говорит, ты куда пошел? Туда нельзя ходить. Вот, наказывать и в угол может ставить. Ругаться с Богом может, представляете. А Богу нравится, ему классно, потому что это его мама. Вот. И такая любовь между ними. Так что мы не можем понять счастье от духовной реальности. Поэтому это высшее нашего счастья и высшее наших страданий. А молитва нас доводит до этого уровня. Все, что угодно, понимаете, у Бога нет ограничений. Все, что угодно может произойти благодаря молитве. Вот, допустим, Моисей опустил посох и раступилось море. Вот море вообще никогда не раступается, да? А тут раз раступилось. Или, допустим, в пустыне пищи нет. А бац, манка с маслом, оказывается, там она еще с маслом была. Когда лепешки делали, они маслянистые были на вкус. Вот, манка с маслом такая, лепешки отличные. Прямо с неба сыпятся, понимаете? Люди там 40 лет ходили, и у них всегда было что поесть. И когда Мириам, вот эта вот сестра Моисея, где-то останавливалась, из этого места сразу бил ручей, которого хватало на 600 тысяч человек. Это 600 тысяч человек путешествовало. Не 5 человек там по пустыне, как в фильмах показывают. 5,5 человек там вместе с ослом. Вот, или с бараном. Вот, нет, там 600 тысяч человек шло вместе, понимаете, по пустыне. И всем хватало еды, воды, и все чувствовали себя счастливыми, потому что о них заботился непосредственно Господь. Почему важно молиться? Потому что все люди на земле, все до одного, считают внутри себя, что счастье находится в их руках. И это само по себе считание правильное, потому что есть еще хуже позиция невестная, когда типа счастья нет, пошли все куда-нибудь подальше. Вот, и как хочу, так живу. Понимаете, люди страсти считают, надо достичь свое счастье своими силами. Люди благости начинают уже шевелить мозгами, что не все можно достичь своими силами. И они начинают думать, а как же вообще вот быть счастливым? И оказывается, что между моими усилиями и милостью Бога существует определенная комбинация. Вот когда люди начинают заниматься духовной практикой, они думают, ну раз есть милость Бога, ничего не будут делать, пускай Бог мне все дает. Вот, это тоже смесь благости с невежеством. На самом деле люди, которые занимаются духовной практикой, знают, что милость Бога, она зависит, вернее не зависит, а находится в определенном объединении, в определенной комбинации с моими личными усилиями. То есть, другими словами, если я не совершаю достаточно много усилий, Бог милости не дает. Вот, допустим, сразу возникает вопрос, когда я просто молюсь и служу Богу, и славлю Его, а когда мне надо у Него что-то попросить? Вот когда я молюсь и славлю Бога, и не приходит то, что надо в жизни, чтобы мне пришло, это для меня грозит катастрофой. Я уже все сделал, что мог. В этот момент, когда я в молитве именно все сделал, не просто все я сделал, понимаете, своими силами сделал. Нет, в молитве, когда я все сделал, в духовной жизни все сделал. И я что делал все это время? Ничего не просил. Я просто славил Бога. В 99% в этом случае тебе придет награда от Бога, милость. Но в 1% случаев не приходит. И в этом случае ты начинаешь просить у Бога помощи. И она обязательно придет. Понимаете? Вот такое взаимодействие между личными усилиями и мольбой о помощи. Но имейте в виду, человек, который занимается духовной практикой, не надеется на свои силы вообще. Вот смотрите, представьте себе, вы совершаете огромные усилия, но на них не надеетесь. Вы надеетесь только на милость Бога. Вот это называется вера в Бога. Запомнили? То есть человек совершает огромные усилия, но при этом он надеется только на милость. Это не значит, что усилия не надо совершать. Усилия надо совершать. И не просто усилия, а огромные усилия. В чем? Именно в достижении Бога. Мы огромные усилия совершаем в достижении Бога. Большие усилия совершаем для поддержания своего здоровья. Достаточные усилия совершаем для того, чтобы поддерживать свою жизнь. И минимальные усилия совершаем для того, чтобы как бы себе что-нибудь нагрести. Вот это называется жизнь благости. Понимаете? Ну то есть человек благости претендует только на то, что ему нужно для поддержания жизни. Все остальное он на это не претендует. Но для поддержания жизни не означает, что он и поддерживает. Понимаете? Ну то есть это для всех по-разному. Кому-то нужен дом, даже для жизни кому-то квартира. Это все зависит от того, какие обязанности у человека в жизни. Вот допустим, претенду страны нужна большая собственность. Иначе его барванцам все будут читать и смеяться над ним. Он должен быть достаточно состоятельный человек, чтобы показывать себя. Но он при этом тоже может жить для Бога. И управлять страной для Бога. Итак, молиться важно, чтобы эгоцентрическая внутренняя концепция превратилась в богоцентрическую. То есть я совершаю усилия, но надеясь только на Бога. Это богоцентрическая позиция или называется вера Бога. Или ощущение, что счастье все зависит мое от Него. Почему мы не можем рассчитывать только на свои силы? Потому что судьба у всех бывает имеет такие грани, в которых человек не может своими силами победить ее. Вот есть два вида времени. Есть время, которое постоянно движется. И оно просто настарит потихоньку и все. Если бы только оно было, было бы все классно. Люди бы доживали там до 90-100 лет и радостно выходили из жизни в таком возрасте. Потому что если еще там жить дальше, то уже как-то сложно становится. Они говорят, лучше бы мне уже помереть. Уже невозможно в таком теле жить. И они радостно уходят, когда приходит время. Но большинство людей уходит же преждевременно. Потому что есть циклическое время. И эти циклы могут привести человеку к очень тяжелой, непреодолимой судьбе. И если человек имеет молитву в это время, он побеждает и продолжает жить дальше. То есть молитва, аскезы и добрые дела помогают человеку. Все вместе помогают человеку жить дальше. Поэтому мы не можем рассчитывать только на свои силы. Мы должны рассчитывать также на милость Бога. Иначе невозможно победить судьбу. Что дает молитва? Молитва дает нам самое главное. Наша цель жизни это приближение к Богу. Мы для этого здесь живем, мои дорогие друзья. Не для того, чтобы детей вырастить, квартиру купить. Мы должны стать ближе чуть-чуть к Богу за эту жизнь. Допустим, вы скажете, я не понимаю, Илья Геннадьевич. Вот понимание этого также является целью человеческой жизни. Вот это дает молитва. Когда надо молиться? Утром. Почему? Потому что существует такой очень важный раздел понимания времени. Этот раздел называется режим дня. Ну, то есть, надо понять, что время разное бывает. Утреннее время – это благословляющее время. Самое чистое и светлое. Если мы его посвящаем молитве, то мы очень сильно выигрываем. Дневное время лучше посвящать работе, а вечернее лучше посвящать отношениям. И тогда мы всегда выигрываем. Есть пословица, допустим, «Просыпайся раньше, да за Бога хватайся». Первый звон – пропадай мой сон. Второй звон – земной поклон. Третий звон – из дому вон. Ну, то есть, значит, на службу иди. Ну, то есть, пословица, как бы, тот, кто рано встает, тому Бог дает. Ну, то есть, пословицы означают знание. Знание о том, зачем надо рано вставать. Преподобный Иоанн, листвичник 649, говорит, «Посвящай на начатки для дня твоего Господу, ибо кому прежде отдашь их, того они и будут». Когда человек с молитвы день свой начинает, то у него день на духовной платформе проходит или на благостной. Когда человек днем молится на страстной, вечером могут даже не невежественные. Утро вечера мудренее, да? Утренний час дарит золотом нас. Каждое дело надо с утра начинать. Встаешь пораньше – начнешь подальше. Вот такие вот дела. Следующая тема – это благость, жизнь благости. Мы должны вкладываться в это. Мы должны каждый день что-то делать не только для себя, но также для других людей. И таким образом мы копим банк. Банк своей благости. Мы об этом будем подробно говорить, что есть благочестие человека. Это как банк. Вот, допустим, я рождаюсь. Что важнее? Момент рождения? Зрелость или старость у человека? Что важнее? Важнее всего момент рождения. Потому что если я родился баобабом, то буду жить, ты еще лезь, пока помру. Понимаете? А если был свиньей, родишься свиньей и останешься свиньей. Понимаете? То есть момент рождения очень важен. Мы должны родиться в теле ангела, как минимум. Ну, на крайний случай в теле человека, для того, чтобы продолжать духовное развитие. Понимаете? Рождение очень важно. Момент рождения связан с утром. Вот если человек экзамены все сдает с утра, он улучшает свое рождение. Если он днем экзамены сдает, он улучшает зрелость. А если вечером экзамены сдает, то улучшает старость. Поэтому сдавайте все свои экзамены с утра, для того, чтобы получить благоприятное рождение. Вот это вот благоприятное слово означает благочестие. Вот человек, допустим, у него много благочестия. Он рождается, у него хорошая память, хорошая речь. Хорошее телосложение, он рождается в аристократической семье, он рождается, получает хорошее образование, он рождается в хорошем климате, рождается в хорошее время, нет войны и так далее. Это все означает благочестие внутри, которое человек копит только добрыми делами. Никаким другим образом благочестие накопить невозможно. Поэтому человек должен делать добрые дела. Мы должны изучать, что такое режим дня. Мы в целом утром посвящаем Богу, день посвящаем людям, вечер посвящаем близким, ночь посвящаем или себе, или рождению своих детей. Как отходить ко сну, чтобы просыпаться рано утром? Для этого существует специальное знание. Есть много-много правил. Если человек обожрался на ночь, он не сможет рано утром встать. Даже если он слишком тепло укрылся, даже если форточка не проветривается, даже если он посмотрел какой-то ужасный фильм перед сном, даже если он поругался на ночь или, допустим, посмотрел какие-то новости плохие, то он всем этим разрушает себе возможность стать рано утром. Все это мы должны изучать. Почему же человек, основная причина, почему человек поздно ложится спать? Главная причина – это страсть. Когда у человека есть неудовлетворенные желания или очень много желаний, он этими желаниями напрягает себя в виде работы напрягает, в виде мыслей напрягает, в виде разочарования, в виде руганий, в виде поедания пищи, которая на ночь естся для того, чтобы погасить свои желания. Так или иначе, все это приводит к разрушению режима дня. То есть наши излишние желания приводят к тому, что мы поздно ложимся спать. А если у нас есть еще злые поступки, кроме желаний и грехи, тогда мы будем очень поздно ложиться спать. Понимаете? Это уже жизневежествие называется, то есть это ночные гуляния. Как практические, какие практические советы вы родите для тех, кто еще не умеет придерживаться распорядка дня? Как таким людям нужно вставать рано утром? То есть, понимаете, для того, чтобы вам научиться самим вставать рано утром, вы должны кому-то об этом рассказывать. И постепенно, когда ты рассказываешь кому-то что-то, ты лучше начинаешь понимать материал и сам начинаешь этому следовать. Об этом тоже на практикуме мы будем с вами изучать, говорить. Какие препятствия могут быть на пути внутренних изменений? Препятствий может быть много. Могут быть наши вредные привычки. Даже оскорбление людей и даже оскорбление невежественных людей может стать колоссальным препятствием на пути внутренних изменений. А особенно, если мы оскорбляем старших духовно развитых людей, тогда это будет колоссальным препятствием на пути изменений. Очень сильным препятствием на пути изменений является то, что человек бросает свою жену, допустим, или своего мужа. Я знаю много духовных развитых людей, не несколько, а много духовно развитых людей, которые бросили просто своего близкого человека, мужа или жену, который занимается духовной практикой, и сами потом сошли из пути духовной жизни. Вы скажете, а я брошу и не сойду. Понимаете, дело в том, что сойдете вы или нет, это не мы решаем, потому что весь путь духовной жизни соткан из милости. Если человек лишается милости старших и милости Бога, он в принципе не может дальше карабкаться наверх к Богу, потому что самому себя из болота за волосы вытянуть невозможно. Нас за волосы вытягивают только старшие и вытягивает Бог. И Бог всегда отворачивается от тех, кто оскорбляет, тех, кто идет за Ним. Поэтому оскорбления являются главной причиной деградации человека. И одно из самых сильных оскорблений, два из самых сильных оскорблений, это бросить своего духовного наставника искреннего и бросить свою спутницу или своего спутника жизни духовно развития искреннего. Это два самых сильных оскорбления, которые сильно рушат духовную жизнь человека. Поверьте мне, я видел тысячи примеров, как это работает именно так. Также оскорблением является оскорбление людей других духовных традиций, когда мы слишком сильно круто о себе мним. Но само по себе вера в свою духовную традицию – это классная вещь. Когда Бог дал человеку путь какой-то, он открывает преимущество этого пути для него, открывает светошь этого пути и чистоту. И в этой связи мы всегда чувствуем, что мой путь духовный самый лучший, и это нормально, это правильно. Это называется вера Бога. Но когда человек ругает другие духовные традиции и людей других духовных традиций, то это не вопрос прославления своей веры. Это вопрос прославления себя. Потому что вот представьте, допустим, в другой духовной традиции какой-то священник более развит духовно, чем ты. Даже если ты считаешь, что твоя духовная традиция лучше, бывает такое, что люди в другой духовной традиции, которые вы считаете хуже, они более развиты духовно, чем вы. И вот вы оскорбили этого человека, считая, ну а как оскорбили, не то, что вы его там обозвали, а просто в своем сердце считает, что он не такой развит духовно, как я. Ну как моя традиция, а в скобках я. Ну то есть, понимаете, если человек себя не считает очень развитым, он всегда людей будет, которые идут Бога уважать, неважно какой традиции. Но если человек не уважает, потому что он себя слишком сильно ценит, то тогда это называется оскорблением, и Бог не закрывает перед таким человеком дверь, прикрывает ее. А если и закрывает, то все равно на время, потому что у нас всех ждет духовной реальности, все равно. Поэтому бывают препятствия на духовном пути. Они в основном состоят из оскорблений и неправильного выбора. Вот, допустим, евреи уже пришли в землю обетованную, то есть они уже пришли в этот оазис, там, вокруг вот этой реки, и Ордан, к которой они стремились, там, пальмы, там, финиковые и так далее, все очень красиво. И они не поверили Моисею в этот момент, он им дал испытание, Бог им дал в этот момент испытание, и они не поверили. Они сказали, нет, это все неправильно, вот, и все. И Бог закрыл как бы лавочку, им пришлось еще 40 лет мотать по пустыне, вот они уже пришли, вот она, ваша земля обетованная. Их туда не пустили. Им пришлось мотать еще 40 лет для того, чтобы... И зачем? Бог сказал, пока все вот не умрут, те люди, которые, ну, как бы были ответственны, А человек ответственность принимает за свою жизнь где-то, ну, в каком-то возрасте. И он, Бог, решил после 20 лет, вот все люди, которые не уйдут из жизни, которые неправильную приняли ответственность в этой ситуации. Вы так и будете мотаться по пустыне. И вот за 40 лет все как бы померли, кто неправильную ответственность взял. Остались те, кто не при делах, и они в это время, вот это новое поколение, оно уже выросло полностью в преданности старшим. И вошли в землю обетованную после этого. Бог разрешил. А когда нам разрешит, мы не знаем. Вот когда мы войдем в ту землю, где мы сможем служить Богу, жить для Него и уйти в духовную реальность к Нему, в конце концов, зависит от нас самих. Вот примерно так, вот такие препятствия. Почему так трудно обрести счастье? Ну, во-первых, потому что мы на земле родились, еще раз. Как бы здесь не место предназначено для счастья, здесь место предназначено для развития. И вот если мы это принимаем, тогда мы ни на что не претендуем, и нормально, можно жить спокойно. Но если мы здесь хотим как бы счастья, тогда неизвестно. Потому что земля не предназначена для этого. Она предназначена для аскез, трудностей, испытаний, развития. Вторая причина, почему так трудно бывает обрести счастье, потому что мы не знаем, куда и как идти. У нас нет знания. Мы не понимаем, что такое счастье даже. Наше представление о счастье имеет очень невежественные порой очертания. Часто у человека снится только одно счастье. Это противоположный пол. И все больше никакого счастья не снится. Это называется счастье в невежестве. Если у человека какие-то хотя бы проблески есть, другого понимания счастья, тогда уже другое дело. Продолжение следует...